Без асфальтированных дорог и качественной питьевой воды. Образцовым село Ахжигет, что в Магисталской области, как говорится, не назовешь. Проблемные вопросы местные жители поднимают не первый год, но власти, похоже, вовсе не слышат. Жалобы людей выслушали наши корреспонденты. Большинство дорог в селе Ахжигет разбиты. Особенно тяжело местным жителям приходится во время дождей из-за рыхлой почвы. Улицы просто превращаются в грязь. О нашей проблеме мы говорим уже почти 20 лет. Каждый раз из-за осадков, будь то дождь или снег, мы лишаемся без того ветких дорог. У нас есть пожилые и дети. Особенно тяжело приходится машинам скорой помощи. Еще одна давняя проблема сельчан – отсутствие качественной питьевой воды. Жители вынуждены покупать ее и привозить. По словам Бесимбая Молдобекова, в летнее время, чтобы получить воду, приходится ждать неделю. А домашних животных люди от безысходности поят соленой водой. Мы живем на окраине села. Вода то есть, то ее нет. Летом так вообще дефицит. Один водовоз ждем по 10-15 дней. Для скотины берем воду из колодца. Вода там соленая. Урожая нет. Все засыхает. Местноким уверяет, что в селе начат ремонт более 2,5 километров дорог, пока идут подготовительные работы. По поднятым населениям вопросам подготовлена проектно-сметная документация. При финансировании мы решим вопрос о реконструкции 3-х километров дорог в центре села. Что касается остальных дорог, то уже разработан проект на ремонт 2600 километров. Работы уже начаты. Стоимость проекта составляет около 105 миллионов тенге. Планируем заасфальтировать три улицы. Проект планируют завершить в конце мая. А вопрос с питьевой водой пока остается на повестке дня. И взят под контроль, уверяют местные власти. Строительство нового водопровода, начатое два года назад, завершилось. Осталось провести сети к домам. Анна Лисенбертина, Ася Музешева, Айгири Машикпаева, Саламат Бекпаев, Хабар-24, Мангиставская область.